Что такое буллинг и как с ним бороться? Сегодня в детском оздоровительном лагере Юбилейный стартовал молодежный форум про регион. Больше 350 участников со всей России пытаются найти ответ, как бороться с языком вражды в обществе. Тему продолжит Александр Куршев. Несмотря на то, что за окном холодно, на дискуссионной площадке жарко. Одна из главных тем молодежного форума про регион – как защитить себя и близких от публичного унижения. Кирилл Белик, студент, рассказывает, что был свидетелем того, как в школе на его знакомого оказывали давление сверстники. Нужно находить язык, нужно находить способы решения этих конфликтов. Все в наших руках. Мы молодое поколение, у нас есть идеи. Я надеюсь, что на этом форуме нам удастся найти ответ на решение этой проблемы. В помощь жертвам и свидетелям таких историй – эксперты, психологи, лидеры общественных движений. Они полагают, что есть всего 10 сценариев, по которым развивается конфликт. Все они будут разыграны в группах, где есть лидер, нападающий и жертва. Задача участников – найти выход из сложившейся ситуации. Само было слово, как право человека самовыражаться, право на мнение, на свободу самовыражения. Моменты, когда язык врожди пресекается законом – уголовным, административным. Но есть так называемый мягкий язык врожди, который в принципе формирует риторику, который формирует стереотипы, предрассудки и апеллирует имя в обществе. В соцсетях, при общении людей – это ненаказуемо. Также на форуме обсуют, как сегодня молодых людей вывести из интернета в живое общение. Ведь зачастую агрессор – это замкнутая, закрытая личность. Человек так самовыражается. Молодежный форум продлится 4 дня. За это время здесь выступят юристы, педагоги, журналисты, руководители молодежных организаций. По сути, лучшие идеи о том, как бороться с враждебностью в обществе, войдут в специальную базу данных. Это электронная методичка, доступ которой будет у любого желающего в нашей стране. Как наглядное пособие. Александр Куршев и Артем Валевич. Новости ОТС.